3, 2, 1, пошло Добрый вечер, ребят, всем привет С вами RafaLander74 Состава полка RAF И AirArt Артём Состава Дедов Сегодня мы будем наблюдать за Боем Между нашей авиагруппой и Дедами Да, Артём, извини, прерывал тебя Да, ничего, ничего, всем привет Напомню, что В данном случае управление у всех Полное, то есть чисто Симуляторные бои, поэтому бои будут Весьма интересные, весьма своеобразные И относительно специфичные Относительно общей массы боев Команда Дедов Лично для меня является Ну, малоизвестной Скажем так, поэтому я Артём, на тебя рассчитываю, что ты Мне расскажешь, ну и всем нашим Слушателям и зрителям, что и как И я думаю, нам будет Всем интересно узнать, как у вас Жизнь внутри происходит авиагруппа Да, конечно Сейчас Пока покой не начался Не начался же, чтобы Нет, ребята готовятся пока Ребят, сейчас я ещё не присоединился Просто вы уж простите Тут с вами ещё один человек Который, собственно, ведёт в её запись Меня зовут Плотерок Я тоже представитель клана Раф Но играющий В немножечко Другую игру под названием Сололёты И поэтому я, к сожалению Не очень хорошо знаком Со спецификой Этой замечательной игры War Thunder Поэтому я, честно говоря, не знаю Как просоединиться к комнате Если меня просветят Я буду очень благодарен А то я сейчас сижу У себя в ангаре И ничего вам не показываю Так, хорошо Вот, кстати, да Заодно Сравним War Thunder World of Warplanes Без закидывания ко мне Я играю в то и другое На самом деле Мне обе игры нравятся По-разному Это как-то несравнимые вещи Совсем разные профили Я согласен War Thunder Брать аркадные Отчасти Так, смотри Плотерок Слева жми меню Выбирай полигон Угу Полигон Дальше В списке Внизу Там есть Кнопочка Отбора Тип игры Выбери Симуляторные бои Так, сейчас Секунду Так, где А, подождите Где Вот, вижу Выбор Ага, это не то Так, тип отбора Тип отбора Симуляторные бои Хм Ничего Не понимаю Так Я тут вижу Вот миссия Уровень А, это то, что выделено Уровень сложности А, вот Уровень сложности Она здесь называется Симуляторные бои Есть Угу Дальше Ищи Создатель сессии Крис 92 Крис Через Букуси Вижу и пароль Я кажется Видел Ты меня отправлял Да Попробуй Если нет Я еще раз Есть контакт Есть Отлично Цепляйся на нацию Выбирая японцев И жми Готов Става Над полоской Самолета Ага Нажал Так Ну все Сейчас Бой запустит И Собственно Полетим Немножко Расскажу По поводу Самого Мероприятия В данном Случай Политушки Как я уже Сказал Будут на Настройке Симуляторных Боев То есть Все летают В полном управлении На джойстиках На рудах И все Как положено Соответственно Полный реализм Полный Хардкор Полная Отдача Летаем В данном Случай На Советских Самолетах Против Японских Ограничены По-моему Третьим Ранком Да Насколько Я слышал Вторым А Второй Любые Самолеты Значит Второго Ранга До Второго Ранга Включительно Исключая Премьер Так Выбираем Режим Зрителя Народ Респавнится Благополучно Ну Пока Ждем Отмашки Пока Все Подключаются Ну У нас Основная Масса Вышла На ЭК 1б У нас Основная Масса Вышла На Все Масса На Рейсенах А6 Н2 Но Есть Ки 61 Парочка Есть Ки 49 Интересно На На Ком Моя Камера Сейчас На Камера А Внизу По центру Смотри Там Кнопочки Назад Далее Собственно Это Переключение Между Самолетами А Камерой Болтать Просто мышкой В разные Сороны Ну Это Я Замет Будешь Да И Можешь Еще Нажать Кнопку Скрыть Интерфейс Чтобы Оказать Красоту Обзора Наши Любимые Тумры Так Интересно Что же Что же Наши Придумали Взяли Один Бомбер Видимо Мост Бомбить Какой-то Будет Что-ли Из-за Рожки Судя Будут В качестве Прикрытия Выступать Опять же Истребитель Достаточно Высотный Относительно Зерошки Путится Он Меньше Поэтому Судя По Всему Будет Бумзумить Основная Тактика На яках Конечно Будет Бумзум Да Надо Как-то Будет Противостоять Но Я думаю Сейчас Будет Стандартная Процедура Клеба С Одних Сторон Тут Уже Будет Решать Кто Займет Высотно Я Полагаю Со Стороны Дедов Все Як Один Максимально Прокачено Скорее Всего Да Кстати Не все Я к 1 Зали Я вижу Тут Некоторые Есть Один Лак Трак 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 Немножко Расскажу Про Дедов От себя Ну То Что Я Успел Услышать Внутри Обращения Друг Друг Происходит Частенько По имени Отчество Что Для Меня Является Весьма Необычно Но В свое Время Хедекий Шарм Твой Ну Да Такое Есть По имени Отчество Нас Зрители Не видят Но В ТС Могу Сказать Что Сидит Например Пилот По имени Принесникам Пенсионер Поэтому Люди Паном Скажем так А вообще За 40 Вот так Как раз Хотел уточнить Получается Полк Дедов Ну Вартандер Проектов В принципе Несстаточно Молодые Поэтому Полков Здесь Куча Всяких Разных А явно Что Деды Уже Скажем так Существует Ни один Ни два Года Гораздо Больше Откуда Начинали Как Как Собирались Ну Это Немного Ко мне Вопрос Я Сам Недавно Знаком С ними Понятно Ну Я Опять же Читал По Отзывам Ну В принципе По Скажем так Из числа Кто Знаком Внутри Полка Нету Такой Прямо Строгой Иерархии Есть Буководство Да Есть Девые Пилоты Скажем так Каждый Сам Себе Командир Но При этом В случае Чего Все Быстренько Объединяются И Боуют За другом Ну Вот Как В данном Случае Мы Наблюдаем То Народ Собрался И Дружно Вылетел Ну Будем Надеяться Что Ну Как Сейчас Да В основном Такого Командования Такого Нету Собираемся Звением Вчера Паром И летаем Да Конечно При таких Событиях То Конечно Хорошенько Организовываем Собираемся И Как Сейчас В Двое Ну Это У нас Первый Стрим Я надеюсь Из серии Поблютим Я думаю Все Получится В плане Комментария Конечно Волнуюсь Поэтому Буду нести Хрень Иногда Не Серчайте Право Слово Да Тут Как-то Все В попыхах Получилось Сам Не А тем Временем Уже Диты Набрали 2500 Я вот вижу Наши Ки-61 Они набрали 4500 И Зерошки Пошли Вниз Так Они по спирали Спускаются Хантер Ди Один Ага Нашли Кого-то Вот Сейчас Только Что Бум Замели Вижу Як Один Слабили Сюда Просвалился Як О А Это Лаг Прошу Прощения Маклюр И Агин Вдвоем Запилили Лага Красиво Горит В этой Ситуации Раф Конечно Побыстрее Высоту Заняли Них Никакое Преимущество Было Такая Незапная Атака Сверху Очень Весьма Неприятная В этом Случае Конечно Надо будет Выходить Из боя Не заняли Спускаться Отрезать На нули А вот Опять же По Связать Боем Я Насколько Понимаю У Зерошек Все-таки Преимущество Относительно Яков В плане Док Файта Или Яш Важ В плане Виража У них Конечно Было Преимущество Но если Грамотно На Яках Летать Ну то есть На Яках Будет Против Зеро Это Только Тактика Бум Зума Но вот Изначально Набор Высоты Раф Заняли Выше Поэтому Преимущество Опять же Таким И Якам Просто Сейчас Надо было Как-то Выходить Из боя Спускать На нули И уходить К углу Потому что Тут уже Бой Уже Проигран Это Как Напасть Сзади Тут уже Почти Без шансов Ну да Я вот Смотрю Что Как-то Очень Скалептичный Бой Получился Со стороны Дедов Осталось Пять Самолетов Ага Вот Як-1 Подбил Пишко Да Но я смотрю Тут еще Остались Самолетов На высоте Так что И нам будет Чем ответить Это будет Интересно Ага Вот я Сейчас Наблюдаю На высоте 500-600 метров Миражится Пишко Наша Подбитая И Як-1 Б Собственно Пишко Пытается Сидеть На хвосте Но Як-1 Вроде Не подбит Я так Смотрю Ох Вот Чуть-чуть Кишка Не зацепила В землю Видимо Действительно Повреждения Есть Причем Неплохие Так Сзади Подходит Як-1 Ага Вижу Да На 6 Сейчас Аккуратненько Прицелиться Ох Хайлендер Кажется Видите Встает Неяко Пород Да Судя По звуку Так Вот Сейчас Похоже Яко Пропускает Кишку Пытается Пропустить Кишку Вперед Так У него Получается Да Потихоньку Но Расстояние Доброго Времени Суток Доброе Доброе Времени Ну Мало Легко Часовые Пайса Всех Как Известно Разные Лучше Так Как То Еще Скажу Вечером У кого То Утром Да Оказывается Будет Да Есть Так А Вот Собственно Вот Получается Два Рейсена Пришли На Помощь Кишки Погнали Яков Да И нам Только Остается Уходить Сюда Домой Допил Да Пропытаться Держать Оборону Конечно Чисельное Преимущество Большое Да В данном Случе Очень Как Неожиданно Первые Троих Точно Очень Быстро Смирить Очень Неожиданно Честно Я не ожидал Что он Стопов Скариотичным Будет Ну Зерошка Да На удивление Я честно говоря Думал Зерошка Раньше Думал Что чистый Драждан И самолет Но Высоку Тоже Неплохо Набирает Зерошка Опять же Задел Первые Менты Климба Честно говоря Непривычно Немного Наблюдать Поле Боя В силу Того Что Не видишь Где Филд Я Летаю Большей Частью Веду Исторически Как они Раньше Исторически Были Сейчас Реалистичные Либо Реалистичные Либо Полчаса После работы В аркаде Чисто Раз в неделю Я сам Начал С аркадом Я первый Симулятор Тоже Начал С аркады Потихоньку Потом Реалистичные Перешел И вот Эмуляторе Сижу Я В свое Время Хотел Но Что-то Как-то Не срослось И так Вот Сейчас Я наблюдаю Как МакКофи Цепляет Яка Тихоньку Потихоньку Но Держится На шести Вообще На самом деле Очень интересно Наблюдать За Симуляторными Боями В том Плане Что Самолеты В отличие От Так Как На Джойстиках В отличие От Мышек Двигаются Очень Плавно Очень Так Аккуратно На мышке Движения Дерганые Обзор Через Клавиатуру Соответственно Все Так Но Там За счет Инструктора Когда На грани Самолета Высваливали Он резко Управляет И Клаветно Получаются Такие Дерганые А здесь Без инструктора Все Полеты И поэтому Приходится Самому С особо Верских Миражов Не делать То есть Ручку Не перетягивает Самолет Просто Свалится Вот Маккофе Порно Пилит Яка Паникам К сожалению Сказать Не могу В силу Того Что Банально Не вижу Показывает К сожалению Ну Вот Надо Кстати Гайджинам Будет Они Хоть и Танками Сейчас Начи Занят Ну Как Для Удобства Зрителей Какие-то Идеи Я думаю Предлагали На форуме Но Видимо Пока Не до Того Чтоб Показывало И ники Пилотов Кто Где Вот Пипетку Допилили И Осталось Два Получается Самолета Крест 92 И Камитсура По Стороны Мидов Крест Еще Пытается Умираться На высоте Как раз На миде Но Его Преследуют На шестерах Нашимал На форуме В этом случае Все Можно Сделать Да Вот Как раз Переключился Вижу Райсен Преследуют Все-таки ДСМ А6М2 Очень плавное Движение Да Сейчас Крису Остается Только По прямой Уйти От Зеро Зеро Достаточно Выглядит Смогут Поэтому МиГ-3 Спокойно Может Прямой Оторваться Что В принципе Крест Сейчас И делается Айгин Выпустил Дым Пилотажный Видимо До привлечения Внимаемой Как раз Петрович И цеплял МиГа Вот Крис Спокойно Проходит На скорости И Начинает Убирает Высоту Подвешивается Из-за Реально Что Немного Делается Подвешивается И вот Сейчас Самое Такое Такой Момент Чтобы Продаковать У меня Зацепил На Атаку Лучше Могнило Да Продаковал Интересно Боекомплект У кого-то Кончился Или нет Учитывая Что Достаточно Длинные Очереди Были Пулеметами Ну Вот Например У Зеро Там Пушки Пулеметы Пулеметами У Зеро Стоит Две Пушки Две Пулемета Пушки Достаточно Быстро Заканчиваются Пулеметами Тоже Хубой Ну Относительно Зеро Продаковать Зеро Пушки У них Пушки Достаточно Бумажные Вроде Стреляешь Стреляешь Вроде Попадаешь А Убивается Неохотно Противник Стреляешь Это Реалистично В истории Больше А в симуляторе В симуляторе Может быть От любой Денки Пасть Например Летишь Заплатив Противник Стал Вираж Очередовал По крылу И все Его закрутило По этой спирали То есть Там Очень Сложно На этом Например В истории Там Инструктор Тебя Вытаскивали То есть Самолет Там Из Посредних сил Будет А здесь Любое Любое Пробитие Может Такой Казаться Критичным Интересно Вот я Сейчас Переключился Highlander На Ки-61 Последнего Крис Девас Атакую Криса Сказать Боже Погрушенный Ну Да Кишка У нее Достаточно Большой Поеззапас Четыре Пулемета Я Правда По модификациям Не скажу Отцу В данном Случ По-моему На ней Стоит Два Двенадцати Семь И два Семь И семь Пулемета То есть Хотя По цвету Очереди Одинаковые По звуку Вроде Тоже Да На отцу Стоят Четыре Пулемета Разного Калиберного Разнокалиберного Ага Вот Значит То есть В принципе С двенадцати Семь Главное Пасть Несколько раз Там уже Потихоньку Полегоньку Но Достаточно Плотно Держится На шести И А Но опять же Здесь ПВОшки Выпят Поэтому Тут Весьма Велика Вероятность Того Что ПВОшки Смогут Избить Учитывая Что Последних Патчах ПВОшки Достаточно Зло Реагирует На противниках Поэтому Типа Льда Как раз На филдом Действия Происходить ПВОшек Здесь Очень много Поэтому Я боюсь Что Хайлендер Недалеко Пролетит Посмотрю Кресу Очень хорошо Пробито Правый Лерон Правое Крыло Поэтому У меня самолет Очень сильно Заваливается Пытается Он бросит Скорость По-моему Да Вот сейчас Пропустил Отлично Было Пытается Это Красиво Неудачно А Тем не менее Вернее Тем временем Сзади Появился Зеро И Сел На Шесть Рису Белый Шлейф Сзади Для Целе Указания И Ну да Сейчас Буквально Счет На Секунду Вот ПВО Срабатывает От Зеро Да Одну Зеро Мимо Ну да Такой Толпой О Второй Полетел Да Собственно О чем я и говорил Хайлендера Зацепила Побожка Да Весьма Опасно Сейчас А с такими Темпами Один Крис Затащит Всю Командер Ай Пробили ему Другое Криво Ну Последнее Ноздыхание Ноздыхание Вряд ли Он Сможет Развернуться Нормально Еще Один Западание Еще Прилечает Пробили ему Рули Высоты И все Теперь он Может лететь Только по прямой Тем не менее Уворачивается С последних сил Но русские Не сдаются Да Но И в этой Проекции Достаточно Сложно Попасть На Эта Площадь Крыла И площадь Самолета Ну Да Учитывая Что С разных Сторон Еще Видимо Не только Пулеметами И пушками Тем более Пулемет Все таки Калибр Покрупнее Чем 7.7 То есть Достаточно Крупно Калибр Да У Японцев Достаточно Хороший Пулемет И Нес Для Провета Важно Мы сравним С пушками У меня У меня Вот кричат Пикс Красавец Да Достаточно Хорошо Продержался По Конце Ну Один Против Такой Куча Один Твоих Фактически Затащил Ну Не будем Горить Что Повушка Да Повушка Ну Она Такая Весьма Специфичная Фактический Прием Да 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 Весьма Часто Используем На самом деле Ну Первый Первый Бой Остался За Рафами А Кстати Не договаривались По количеству Боем Сколько Всего Будет Я думаю По крайней Мере Один Ты Точно Будет Ну Да Должна Быть По крайней Мере Смена Сторон Сейчас На Этой Карте Да Потому Что Потому Как Деды Я уверен Должны Взять Реванш Сейчас Посмотрим Как они Выступят Зеро Я Скорее Все Думаю Что Большинство Будет Как раз Ки 60 Обиль Интересно Ну Сейчас Поглядим Я Вот По Своему Вложению Ага Я Честно Говоря Даже Не знаю На чем Маши Могут Вылететь Опять же Я Думаю Связка Будет Лаги И Яки Интересно Лаги Достаточно Тяжелый Самолет Думаю Вряд ли Возьмут В сложном управлении Работа под крылок Не совсем Настроена Да Я Забываю Что Симулятор На боях Все Немножко По-другому Поэтому Так Вот Сейчас Происходит Как раз Смена Команд Я Вот Думаю Может Нам Тогда Поменяться Местами То есть Артем Ты будешь Смотреть За раб А мы Соответственно Будем Смотреть За дедов Ну Чтобы Для Разнообразия Посмотреть Как Теперь Японские Деды Будут Советских Рафов Бить Ну Посмотрим Как оно Будет На самом деле Очень интересно Еще интересно Узнать Как там Внутри ТС Собственно Происходит Все Потому как Переговоры Внутри Тоже Тоже Много Стоит Ну Там Будет Шум Гамма Увелюканья Да Еще Неконзурная Брань Скорее Сего Ну Да Без Этого Никуда Ну Да С помощью Такой Матери Лома Как Известном Нашим Много Могуче Дадится Так Что Сейчас Мы Будем Уже Наблюдать За Японскими Самолетами Управляемой Дедами То есть Я Остаюсь На Японцы Чтобы Опять же Вести Трансляцию От лица Японцев Но Уже В Исполнении Дедов Я Правильно Понимаю Вас Дальше Наверное Посмотрим На Дедов Со стороны Японцев Так Ну Вот Идет Подготовка Потихоньку Потихоньку Пилоты Нажим Статус Готовы Видимо Идет Обсуждение Тактики Обсуждение Замыслобоя Да Замыслобоя Видимо Идет Подсчет Ошибок Которые Были Выполнены Жаль Жаль Что Нельзя Посмотреть Сразу Всех Как Вы Знаете У охранников Куча Мониторов И Чтоб Сразу За всеми Наглядать Очень Не хватает Такой Системы Или Хотя Б Как Раньше Телевизор Картинка В Картинке Картинка 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 И так Кстати Вот Опять же Как Человек Играющий В Сололеты Хочу Сказать Что Все Таки Немножечко Неудобно Управлением Когда На зрителе Находишься Потому Что Нету Возможности Приблизить Отдалить Изображение И К сожалению Камера За мышью Двигается Всегда Даже Когда Ты Тянешься Кнопки Переключиться На следующего Предыдущего Пилота Потому Что В Warplanes Переключение Между Скажем так Тем За кого Ты Наблюдаешь Просто Левая Кнопка Следующая И Правая Там Предыдущая И Колесиком Можно Все Таки Приблизить Тут К сожалению Нельзя Мне Немножечко Непривычно Но Пытаюсь Следовать За Теми Пилотами Казан Игры Конечно На время Функционалы Игры Со Да Это Конечно Сейчас Сейчас Те же Танки Вот Кстати Про Привычку И Неудобства Могу Сказать Следующее Не так Давно Мне Пришло Приглашение На танки Тундровские И По Привычке Жмем на Shift То бишь В Тундре Чтобы Набрать Оборота Двигателя Жмешь Shift И Вперед Соответственно На танке Стоишь Жмешь Shift И Удивляешься Чего Он не Едет Катина Там же Стандартная W ASD Управление В общем Тоже Приходится Постоянно Себя Дергивать Что Не туда Жмешь Очень Тоже Все Непривычно Весьма Неудобно Варплейсах Кстати По-моему Там же Тоже Есть Мониторчик Справа Или Слева Показывает Портивника Там Там Тебя Там Текущую Выбранную Цель Скажем Там По-моему Расстояние До нее Показывает И много Всего Остального Там Показывается Расстояние До цели И в принципе Очень удобно Можно даже Выбрать Не того Кого ты Намерен Атаковать А того Кого ты Боишься Что тебя Будет Атаковать То есть Например Ты где-нибудь Внизу На каком-то Маневренном Самолете Находишься А над тобой Кружит Допустим Какой-нибудь Высотный Истребитель И ты можешь Его выбрать Как свою цель Вот И соответственно Как только Ты увидишь Что там Резко Начало Что-то Двигаться То Опять же Поворачиваешь Камеру Чтобы убедиться Не на тебя Ли он заходит И более того То есть Можно видеть Что противник Стреляет А понятно Что снаряду Нам нужно время Чтобы проделать Путь От него До тебя И порой Получается Уклониться От свежевыпущенной Пули Ну редко Конечно Но тем не менее Такое вполне возможно Короче Джедайские приемы Понятно Ну да Хотя Опять же Я считаю Что о вкусах Не спорят Я считаю Что оба проекта Интересны Но вот По моему Скромному мнению Все таки Как аркада Проект Wargaming Будет Повеселее Но как Самой Но там Нету Даже Такой возможности Как симулятор И вот Собственно Симуляторная часть Меня как раз И привлекает В игре War Thunder И Одна вещь Которую Вот Которая есть У War Thunder И которой Мне Очень хотелось Бы увидеть В самолетах Ну я имею ввиду От Wargaming Очень Очень нравится Мне здесь Модель Повреждений То есть Здесь Пушки Это действительно Пушки То есть Если ты Выпустил Там снаряд То Он может Прошить Прошить насквозь Противника И просто Нелоскуты Порвать А там К сожалению Даже с 37 Миллиметровой Пушки Порой Приходится Противника Весьма Долго Грызть Ну да И чтобы Была Высшая Вероятность Стрелить Например Крылой Или Хвост Ну да Потому что В War Thunder Это бывает С той же Кобры Летишь Выстреливаешь Один снаряд Попадает Хвост Хвост Просто Отрывается И Самолет В одну сторону Хвост В другую Нам Такого Не хватает В остальном Не знаю Мне Честно говоря Как я уже Сказал Аркады Больше нравятся Wargaming Потому что Ну не знаю Как какой-то Все таки Здесь В War Thunder На мой взгляд В режиме Аркады Слишком уж Слишком Упрощенное Управление Как-то Не чувствуешь Ты что Управляешь Самолетом В Исторических Боях Которые Сейчас уже Называются Реалистичные Уже Это Нету Этого А в симуляторных Так вообще Красота Честно говоря Я порой Даже вот Захожу В игру War Thunder На уровне Сложности Вот Симуляторные Бои Просто Скажем так В пробный Полет И Летаю 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 Там Над равнинами Ну Опять же Если компьютер Великолепно Нарисованы В одном месте Самолеты Тоже Хорошо Нарисованы Но Сделаны Как будто бы Как будто бы Из разных игр Грубо говоря Два скриншота Склеили Но это Сугубо Субъективно Ну то есть Мне такое ощущение Что Стиль Как сказать Стиль Графики В котором Нарисованы Самолеты Отличаются От стиля Исполнения Пейзажев Вот В Warplanes Такого не Наблюдается На мой взгляд То есть Там все Выглядит Единой Картинкой Но я говорю Я считаю Что все таки Игры Слишком разные Чтобы вот так Вот их Напрямую Сравнивать Я считаю Мне лично Как я уже сказал Нравится Обе И каждая По разному Так что Я буду Только рад Если Обе игры Будут Параллельно Существовать И я смогу Получать удовольствие Как в одной Так и в другой Ну да Мы же Кстати Не так давно Но вернее До нового года Буквально За пару минут Собирались Сделать Эдакую Баталию Внутри Нашего Полка Собрать Пилотов World of Warplanes Собрать Пилотов War Thunder И сразиться Соответственно На поле Тундры И на поле Warplanes То бишь Одна и та же Команда Играет Там и сям Ну и Посмотреть Сравнить То есть Как там И в аркаде И в реалистичных Боях Ну как-то Пока не сросло В силу Там Банальных Причин Виде нового года Ну я думаю Со временем Пробуем Сейчас же В Альфе На сколько я помню Находится еще Другая игра Которая Илгла Битва За Сталинград В плане Именно Симуляторных Боев Туда В частности Часть людей С War Thunder Ушла Кто По симуляторам Особо Убирает Ушли туда Я вот Сам недавно Наблюдал За Запись Очень интересную В плане Руководства По летной эксплуатации Лаг Третий По моему 20 Какая-то 29 Что ли Серия И Человек Пилот Очень Подробно Очень интересно Рассказывал Про В принципе Про Как Что внутри В кабине Устроено Про Каждый Рычажок Каждый Переключатель Как Что Выполняет Что Делает И Непосредственно В бою Как Это помогает Ну весьма Интересно Минут 40 Запись Длилась То есть Прям Как Управление Если Сравнить Вот То Что Там И Сравнить Допустим War Thunder Такая Аркада Получается Дикая Что Прям Привет Простите Что Прерываю Тут Вот Мне Написал Представитель Клана Дедов Битл Чтобы Мне Переключиться На Советов Или Все Таки Остаться На Японца Так Оставайся Оставайся На Японца Видимо Для Ну вот Он Он Попросил Меня На Советов Переключиться С Перепогу Написал Оставайся На Японцах Могу В принципе Я Уйти Если А Ну то Что Несбалансировано Сейчас Я Тогда За Советов Поставлю А Нет Нет На Оборот С Нет Я Тогда За Советов Уйду Потому Что Сильный Несбаланс Получается Так А Без Разницы Все равно Зрители Или Нет Он Как Не Учитывает По Идеи Да Я Думаю Не Должно Прошу Прощения Кошка Ругается Так Ну что Начинается Второй Бой Соответственно Команды Меняются Местами Карта У нас Джейн Джоу Но Поглядим Что Теперь Нам Деды Противопоставят На Японских Самолетах Очень Интересно По Составу Ну Я Силу Большей Сбалансированности Команды Чтоб Тундра Не Ругалась Перешел За Советов Поэтому Стрим И Средственно У Японцев Поэтому Видимо Японцев Я посмотрю Уже На Записи Уже Завтра И Когда Время Будет Только Прямо Сейчас Третий За Японцев Если Там Разрешено Ничего 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 Я боюсь Что Ну Да Здесь Конечно Настройка Не Ладно Я Лучше Трогать Не Буду Во Избежание Сейчас Отключусь Потом Не Подключусь И Будет Веселухо Ну Пока Расскажу Со Стороны Советов Как Что Происходит Основное Число Пилотов На Як 1 Б Милетела Вижу Две Ла-5 И Вижу 1 Л-4 То есть Саниколд У нас Летает На Бомбардировщике В прошлой Битве Он летел На Ки-49 На японском Бомбардировщике Здесь На Л-4 На советском Соответственно 5 Яп Будет Видимо Климбиться Во всю Ну да Собственно Как я Вижу Подъем Градусов 20 Наверное А Лавки Лавки Что делают Сейчас Тоже Посмотрю Лавки Так же Держат Клинт Ну да Лавки Да Наверное Достаточно Кучно Вижу Пилот Поднимают В радиусе Порядка Полутора Километров Суммарно Не дальше Между пилотами Расстояние Будет До 500 метров А какой Сетап У японцев Множество Истребителей Ки Они Я бы даже Скал Преобладают Ки 61 Раз Два Три Четыре Как Минимум Четыре Я сходу Насчитал То есть Если Урафов Были В основном Все Таки А6 М2 То здесь Я смотрю В основном Все Таки Ки Интересно Ки 61 Менее Виражный Самолет Нежели Зерошка Нежели А6М И так Далее Манификации То есть Они больше Любят Климбиться Тумарно Больше Запас Бэкомплекта То есть Можно Пострелять В принципе Мы Видели Это В прошлом Бою Когда Хайлендер Знался За Крисом Насколько Я помню И Выстреливал Просто Кучу Кучу Патронов Но Поглядим Поглядим Что будет В этом Бою Да Кстати Ла-5 Действительно Он же Второго Ранга Еще По-моему Самолет Это Ла-5 ФН Ла-7 По-моему Они А Ла-5 Ф И Ла-5 ФН Они Уже Идут Третьего Ранга Блин Надо Докрасить Ла-5 У меня Уже Наверное Вместе Четыре Стоит На полочке Ла-5 Собранная С пластика Склеена Осталось Докрасить Верхнюю Плоскость Ниже Уже Все Покрашено Звезда Мне На 23 Феврале Тест Подарила 1.72 Или 1.48 А то Я как раз Сам В данный Момент Присматриваюсь К 1.48 Вот 1.48 Я Причем Собрал Версию Которая Два Варианта Есть Можно Полетную Можно Допустим На Шасси С выпущенными Там Есть Вариант Где Открыты Крышки Двигателя То есть Полностью Собирается Двигатель Вот Вот Могу Потом Фотки А то Как сказать Ты его собираешь Двигатель Мелкие деталюшечки Все Красишь Там Аккуратно Потом Собираешь И его практически Не видно Пока Битно же Закрыл капот Можно же смотреть С другой стороны Как говорится Вот Никто не знает А под капотом Такая красота Да Именно так Ну вот Там как раз Можно Крышки Ставить А можно И не ставить То есть Я не стал Ставить Выпущенные Шасси И вот Он у меня Стоит Недокрашенный Все руки Не доходят Опять же У меня МиГ 3 есть Правда В масштабе 1.7.2 Но я его Специально взял Чтобы Мне тут Тоже Относительно Недавно Заподарили П-8 Дальний Советский Бомбардировщик Он в масштабе 1.7.2 Но там Такой Возмах Крыла Дикие Что Как сказать Для Сравнения Я пришел Взять МиГа Третья В том же Масштабе Интересно Что будет Собрать Опять же Надо Краски Купить Лавку Докрасить А тут Все Работа Семья В общем Не до Самолетов Ну Между Тем Наши Пилоты Все Климпятся Раф На высоте 4.5 Километра Ла-5 Хайлендера Уходит Вниз В пике Ага Видимо Флаттерс Ловил Видимо Чтобы Осмотреться Вниз Потому что У нас Эти Вроде Дедов Не видно Так Ну Деды Сейчас Находится Тоже На высотах В районе 4 Километров Чуть 4 Или Чуть Ниже А Вот Криз 92 Даже Вот 4 360 То есть Подбирается Уже 4.5 Километров И Тоже Все Потихонечку То Климбятся То Все Таки Чуть Обратно Снижаются Угу Ну То есть Они Приблизительно Сейчас На одной Высоте Находятся Друг В другом А Ил 4 Уже Добросил Бомбы Вот Он Сбрасывает Еще Две Бомбы Только Что Видел Не знаю Честно говоря Как он Сейчас Направится Судя Потому что Бомбы Закончились Видимо Пойдет На Фил Перезаряд Может быть Будет Просто рядом Кружить Потому как Петровичей Хватает Плюс Он Достаточно Крепкий Вполне Может быть На себя Будет Пытаться Стягивать Противника Вот Я К 1б Я смотрю Уже Пара На высоте 5300 Вот Уже Скоро Будет Солкновение Да Почти Видимо Диды Мучатся На высоких Ошибках Заняли Высоту Примерно Такую Же Сейчас Будет Скорее Сего Встречная Атака Да Поглядим Бойки Лобовые Непосредственно Так Вот Вижу Издалека Уже Начались Биражи Сейчас Переключусь На кого-нибудь Поближе Да Ну Вот Пара Я К 1 Все-таки Выдержу На высоту Даже Трое Здесь Четверо Скорее Всего Пытаются Заблузынуть А я Со стороны Японцев Все Переключаю Цели Никого Не Бежит Без Противников Они На горизонте Видят Точек И Вот Как-то Да Все Вроде Друг 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 Приближаются Но Все Никак Не Могут Приблизиться Мне кажется И прелесть Симулятор Боев Хотя Я с вами Согласен Могли бы Зрителям Все-таки Выдать Возможность Видеть Чуть Больше Чем Пилота Здесь Кстати Есть Возможность Управления Камерой Но Я Сколько Раз Пытался С ней Что-то Сделать В итоге Потом Еще Хуже Поэтому Лучше Так Вот Уже На вертикалях Идет Да Замок Кофе Нет Да Вот Вижу Вижу Вот У Хантера Ди Вертикаль Двое Два Пилота Ушло Пока Выстрелов Я не Слышал А нет Вот Уже 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 Пошли Выстрелы Вот Сейчас Дембри Подбивают Да Дембри Подбит Маклюра Маклюр Кстати На высоту Уходил Сейчас Вижу Эдакая Карусель Образуется Идет Наш Потеряшка За ним Идет Кто-то Из Дедов За ним Идет Джимми Наш Наяки За Джимми Тоже Кто-то Висел На Квосте Но Сейчас Вот Чисто То То есть Карусель Именно Даже Не горизонтально Получится Да Вертикальная 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 Вбой Сейчас Похоже Потихоньку Будут Вот сейчас За Джимми Как раз Двое Увязалось Здесь Потеряшка А ну вот Видимо Они докрутились И те Два Тида Висят На хвосте Потеряшки Нет Расходятся Джимми Делает Размазанную Бочку Отлично Поворачивает Да Снимает С шести Потеряшку Сейчас Чуть В плоскость Не попали На хвосте У него Висит Ки-61 Достаточно Плотно Висит В Джимми Сейчас Пытается Снять Его Помочь Своему Закоманднику Сзади Вижу Несколько Самолетов Еще Не знаю Правда Чьи В силу Того Что Симулятор Бои Ники Буквально Там 500-600 Метров Уже Не видно Если сноровка Есть То Симулятор Вполне Можно Определить Как Джимми Задошли Заход Опять Джимми Делает Размазанную Бочку Великолепно Снимает Пропускает Вперед Видно Техника Есть А между Тем Саник Колт На Или Четвертом Крутится Против Кишки 61 Работает Петрович Ами Крутится Очень Нехило Для Бомбардировщика Конечно Пока Не очень Успешно В плане Попаданий В плане Ну Хотя Сам Достаточно Я Вот У нас То есть Тричное И так Далее Но Учитывая Как Бомберы Иногда Крутятся Это Вызывает Конечно Нервный Смех Тот же СБ 2М Который Верстился Похлеще Некоторых Истребителей Опять же Ил-4 Как Сейчас У Саникола Крутится Тоже Несматок Ну Да Бомберы Это Вообще Отделая Тема Да То есть Некоторые Штурмовики По-моему Так Себя Не ведут Как Бомберы Так Вот Я Вяжелая Война По Этим Поводу Бомбардировщик Да Тем Временем Боже Спустился Более Мене На Нули Да Уже Уже Совсем По Низам А Тают Ребята Ну Вот Я Смотрю Потеряшка Идет За Ки-61 Достаточно Плотно Сидит На Шести Сейчас Пытается Зацепить Пулеметами Но Не Попадает Так По Статистике Поглядим То есть У нас С нашей Стороны Джимми Сбит И Вышел Из боя Видимо Потерял Связь Вот Сейчас Как раз Потеряшку Кто-то Пытался Зацепить У Потеряшки На Шести Сидит Ки-61 Уже Левое крыло Весьма Нехило Пробито Ага Интересно Потеряшка Таки Допилил Своего Противника Такая Красивая Авария Была Мне Удалось Ее Просто Увидеть В упор Как Один из Самолетов Врезался В крыло Ила И он Сейчас Скажется Ну да Ну это Японские Камикадзе В плохом Штопоре Реалистичное Применение Вооружения А вот У Криса Сейчас На хвосте Ооо Подожгли Взбили Подожгли Взбили Он Падает Второй Баг Загорелся Все Ничто Уже Его Не Спасет На воздухе Продолжается Напряженная Битва К сожалению Сейчас Я Еще Никак Не могу Приключиться На тех Кто Именно В ней Участвует Так А Это Опять Крис Ага Вот Детский Морок И От него МакКофи Преследует Синий Ки 61 По видению Синий Ки Так Сейчас Найдем Турбо Карлсон На синем Ки Неплохо Он выходит В горизонт Да Одного Одного Скинул Но тут же Второй Ки Прилетел Сейчас Идам Уже Сложно Уже В меньшинстве Играют Да У дедов Получается Двое Осталось Оба Накиша Дадим Если я правильно Понимаю Да Да Киша 61 В обоих Тут уже Надо Опять же Защищаться От филда Да У Криса В прошлом В бою Получилось Двое Снять Очень Да Эффективно В это время Туба Карлсон Продолжает Преследование Мимо Видимо Кончилось Варенье Он Уже Нескоро Сможет Снова Подняться В воздух Так А в это время Вот я Наблюдаю Тора На своем Ки Слетал На филд И уже Готовится К взлету Чтобы Вернуться Снова Вступить В бой А собственно Последний Оставшийся В живых Больше Никого К сожалению Не осталось У команды Дедов Опять таки Последний Самурай Остается У дедов Да Последний Самурай Который Предпочтет Погибнуть В бою За своего Господина Лишь бы Не стать Ронином Я не помню Я не помню Кстати Ронин Да Это Самурай Оставшийся Без Господина Кстати Если В Европе Господин Ну Превосходящий Скажем так Назывался Суверен То у них Если не ошибаюсь В Японии Дамье Вот И Как один из Генералов Японских В свое время Говорил Солдат Вернувшийся Живым С проигранной Войны Не любит Своего Господина Так что Я думаю Тора Будет биться До конца Интересно Кстати Недавно Прочитал Новость Умер В 93 Году Жизни Если не ошибаюсь Японский Боец В общем 30 лет Он не верил Что кончилась Вторая мировая Анти То ли на Филиппинах То ли где-то В общем Партизанил И В 72 Что ли Году Ему Наконец-то Там Донесли Что Дорогой Друг Уже Все Кончилось Вот Он Недавно Умер Но 30 лет Он Читал Что Как знаете В советском Анекдоте Про Как там А я Поезда Под откос Все Пускаю Да Именно Именно Так Вот То есть Реальные Факты Ну так Слово О японцах Помеш тем Сейчас Тора Пролетает Над живописными Судя по всему Рисовыми Полями Ну да Джин Джоу Все правильно Их здесь Очень много Так Выглядит Как такие Характерные Деляночки Знаете Вот Чьи-то Шесть Соток Чьи-то Еще В колхозе Завет Императора Молодому Самураю Выдали Шесть Соток Он Выращивает Рис Японскую Картошку Пьет Японскую Водку Ну конечно Саке Хотя Кстати Она Гораздо Менее Крепкая Чем Русская Водка Если Не ошибаюсь В ней Порядка Двадцати Градосов Двадцать Три Около Того Кстати Кто Пробовал Нет Не доводилось Надо Попробовать А вот Сейчас Я наблюдаю Очень Интересный Грем Ох ты Пока Я Любовался Красивым Разрушенным Древним Мостом Началась Схватка И вот Уже У Тора На хвосте Висит К сожалению Не могу Рассмотреть Какой Самолет Он Уходит Вниз Видимо В надежде Оторваться В пикировании И потом Закрутить Через Вортикон Да Похоже Видишь Тупой Нос Выходит В горизонт Вроде бы Вроде бы На гневом Не уходит Ну У него Целых Два Преследователя И Причем Ла-5 Держится Очень Близко И Уверенно К тому же Как я Могу Видеть Рули Крена Как Называется Элероны Уже Так Серьезно Элероны Да Элероны На Левом Крыле Так Что Задача Становится Еще Сложнее Уже Три Преследователя Все Нету Крыла Нету Крыла Он С Последних Сил Пытается Держать Мою Машину В Ровном Полете Кстати Противники Добивают Его Заметьте У Большинства Пилотов Используют Ленту Либо Не скрытую Я вот сейчас Только у Макьюра Обратил внимание Что он стреляет Видно Не трассер Ничего То есть Вопрос Артем А ты Какую ленту Пользуешь Симулятором В боях Ну Это Все Зависит От Типа Пушки Если Примерно Уже Опыт Есть Имеется Стрельба На каком Толезе То Конечно Скрытую Но В основном Используют Трассеры Чтобы Корректировать Свою стрельбу Особенно На незнакомых Самолетах Угу Ну Понятно Ну Просто Я смотрю Что Большинство Стреляло С Хоть Какой Небудь Натрассер Был Чтобы Небли 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 За Трассер 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 Я тогда Временно Приостанавливаю Стрим Но Через Минуту Другую Мы к вам Вернемся Как говорится Не переключайтесь Стрель 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 Продолжение следует...